Всем привет! С вами Автосерия с своими руками и сегодня у нас в работе Volkswagen T1 2020 года с бронированием фар. В первую очередь нам понадобится с помощью мягкой губки и мыльного раствора тщательно отмыть фару и далее струей воды смываем оставшуюся пыль. Затем по предварительному шаблону вырезаем пленку и наносим пленку на фару, на мыльный раствор. Мыльный раствор это обычная вода, питьевая, качественная, с добавлением нескольких капель моющего средства. Поэтому мы используем обычную фару. Фару в данном случае используется для того, чтобы пленка к фаре прилипала не сразу, а давала какое-то время на ее перемещение. Далее с помощью жесткого шпателя выгоняем воду из-под пленки в тех местах, где фара ровная и пленка прилегает хорошо, обычно делается снова из краев. Далее с помощью шпателя с мягким краем и фена подсушиваем этот участок, дабы пленка больше здесь не отклеилась и разлаживаем все вздутия. Это делать нужно достаточно быстро, поскольку вода под пленкой подсыхает и те участки фары, которые имеют больший изгиб, могут до выравнивания пленки подсохнуть и мы не успеем сдвинуть пленку и натянуть на изогнутый участок фары. В этом деле шпателя нужно использовать качественные, а периодически их менять. Это делается для того, чтобы шпатель не оставлял риск и царапин на пленке. После разлаживания первой половины фары более ровной, переходим в более гнутой части фары. На данном автомобиле фары достаточно ровные и здесь сильное надержение пленки не понадобилось. В обычных случаях приходится вплоть до того, что даже вдвоем оттягивать пленку настолько сильно, чтобы все вздутия ушли. После того, как мы разгладили и вторую часть фары, центральную ее часть, с помощью ножниц аккуратно срезаем излишки пленки. Это делается для того, чтобы они нам не мешали. Делать нужно это аккуратно, дабы не поцарапать саму фару и пластик бампера и крыльев. Далее подогреваем место, укладываем пленку. Здесь также существует два варианта. Пленку можно или предварительно натянуть, чтобы вздутие не образовывалось, или же феном нагреть, чтобы пленка уменьшилась в размерах и тем самым облегла неровные участки фары. При укладывании пленки нужно быть аккуратным, так как если ее не догреть, она не примет форму фары, если ее перегреть, она испортится. Далее с помощью обычного канцелярского ножа и обязательно нового сменного лезвия аккуратно с очень слабым нажимом обрезаем пленку с отступом где-то 1-2 мм от края пластика фары. Делается это с настолько слабым нажимом, что пленка лезвием не прорезается, а лишь остается малая царапина на пленке. В дальнейшем пленку надрезаем с одного из краев до этого сечения и отрываем пленку. На видео вы можете видеть, как отрываемая пленка тянет с собой основную часть пленки. Это говорит о том, что пленка ножом прорезана не была и стекло фары не поцарапано. Это очень тонкая и аккуратная операция. Далее убедившись в правильности обрезки, с помощью шпателя и фена заканчиваем укладку пленки. С лиханца не сильно подсушим пленку на фаре и проконтролируя все вздутия и края пленки заканчиваем работу. Спасибо за внимание. С вами был автосервис «Своими руками». Продолжение следует...